Всем привет! Сериал Властелин Колец приковал к себе внимание многомиллионной аудитории еще задолго до того, как было написано первое слово его сценария. Еще бы, ведь после более чем 15-летнего перерыва, ну если конечно не считать фильмы о Хоббите, история Кольца и Средиземье вновь ворвалась в мировое медиапространство. Да еще и на крыльях новостей, мол это будет самый дорогой сериал в истории, первый сезон которого получит чуть ли не 20 серий и так далее. В общем, куда ни глянь, везде этот проект просто из ряду вон. Что ж, сегодня нам также есть чем удивлять, ведь предположение многих о появлении любимых героев из оригинальной трилогии подтверждается, как подтверждается и все большие связи грядущего проекта с Игрой Престолов, возрастающие амбиции представителей Амазона, также набирающие обороты скандалы вокруг будущего шоу и фильмов Питера Джексона, обвинения в расизме и так далее. В общем, сегодня пришло время нового эксклюзива по Властелину Колец, которым мы, разумеется, поделимся с вами прямо сейчас, а также подытожим все, что уже известно о таком долгожданном проекте от Амазон. Будет интересно. Ну а начнем мы сейчас с одной из самых любопытных новостей. А именно, смею напомнить вам, что не так давно в сети появился первый синопсис сериала Властелин Колец, который подтвердил, что, по сути, ключевой его сюжетной нитью станет установление власти Саурона в Средиземье, рассвета и падения Нуменора, а также эльфийские войны Второй Эпохи. После чего, разумеется, начались жаркие обсуждения того, кто же из уже хорошо знакомых зрителю персонажей оригинальных фильмов Джексона имеет шансы появиться в новом шоу. И вот, кажется, у нас с вами, наконец, имеется и первая ласточка. Да еще какая? Ни много ни мало, а сама Галадриэль, великая эльфийская владычица, хранитель одного из тройки эльфийских колец, личный враг Саурона и вообще героиня, чью роль во Второй и Третьей Эпохи Средиземье сложно переоценить. Недаром она появлялась и в трилогии Властелина Колец и в лентах о Хоббите. Так что появление Галадриэль в новом сериале от Амазон ждали очень многие. И вот, наконец, у нас с вами появились такие новости, опубликованные ресурсом Deadline. Если верить которому, роль молодой Галадриэль в сериале Властелин Колец сыграет уэльская актриса, засветившаяся не так давно в темных началах, Морфит Кларк. Именно ей досталась роль эльфийской владычицы, которая, по словам источников, станет одной из ключевых женских, да и не только ролей будущего проекта. Что очень интересно, само по себе и одновременно интригует появлением возможным появлениями других знакомых нам персонажей, таких как Элронт, например, а также лишний раз подтверждает опубликованный синопсис. К слову, нужно напомнить, что на роль Саурона, скорее всего, хоть пока что это и не подтверждено официально, выбрали актера, хорошо знакомого аудитории по роли дяди Бенджина из «Игры престолов» Джозефа Моула. Именно он, вероятнее всего, сыграет главного антагониста всей истории, показав эволюцию личности темного властелина. А вот на днях мы с вами узнали, что к касту будущего сериала присоединяется и еще один актер престолов Роберт Армайо. Уверен, вы вспомните его на вот этих кадрах, ведь именно Армайо сыграл в шестом сезоне не слишком большую, но при этом очень яркую роль молодого Неда Старка из «Ведений Брана». И вот теперь оказалось, что он же присоединится к касту проекта от Амазон, заменив выбывшего не так давно Уилла Полтера. Да-да, один из первых участников команды актеров грядущего шоу вышел из нее, толком не успев еще и прописаться, в связи с определенными личными и психологическими проблемами. Так что на его место теперь пришел Роберт Армайо, а напомню, что его персонаж это некий Белдор, разумеется имя-то скорее всего пока что закодировано, один из главных людских действующих лиц, ищущий себя воин и что-то в этом роде. Так что главные роли сериала от Амазон, как видите, медленно, но уверенно достаются бывшим актерам «Игры престолов», что еще раз привело к волне обсуждений, уже довольно типичных в последнее время. Когда каждый новый амбициозный телепроект, я уже не говорю о том, что если он не дай боже будет в жанре фэнтези, каждый из таких сериалов непременно сравнивают с «Игрой престолов», рассуждая сможет ли он ее затмить и все такое. В случае же со «Властелином колец» аналоги очевидны, а тут еще и актерский состав как будто нарочно пополняется все новыми выходцами из шоу от HBO. Так что разговоры и сравнение этих двух проектов не прекращается, что недавно и на шутку вывела из себя босса Амазон Студио с Дженнифер Салки, которая сказала, отвечая на очередной однотипный вопрос о новой «Игре престолов», мол они не снимают ни новую, ни старую «Игру престолов», у Амазон свой сложный и амбициозный проект и они не собираются равняться на кого бы то ни было и уж тем более подражать. Так что это некорректные вопросы и сравнения и просьба больше не донимать ими авторов сериала. Довольно бурная реакция, даже слишком, как мне кажется, которая лишний раз показывает, что «Призрак престолов» скорее всего таки витает вокруг Амазон Студио, и они вероятно очень хотят переплюнуть детища HBO, настолько что раздражаются одним упоминанием о нем. Но это еще далеко не все и вокруг будущего сериала разгорелись куда более жаркие страсти, о которых мы поговорим чуть позже. А пока еще одна новая участница каста Эмма Хорватт, тоже молодая и не слишком известная пока что актриса, которая правда должна присоединиться к шоу на постоянной основе, так что, как видите, актерский состав его постепенно увеличивается. В этой связи у нас второй на очереди скандал, связанный с проектом, ведь недавно одна из общественных организаций Канады обвинила создателей «Властелина колец» в расизме ни много ни мало. А основой для такого нешуточного обвинения послужил тот факт, что на данное время из объявленных участников нет никого не белого, то есть, видите ли пока что, создателем сериала чужд, так скажем, нетфликсовский подход, который они продемонстрировали в «Ведьмаке», за что на них тут же ополчились самые упоротые. И пусть, что, по сути, актеров на данное время объявили еще очень мало, да и из тех, что есть, почти все неофициально. И пусть, что уже официально для массовки набирают представителей всех рас, полов и возрастов. Нет, дискриминация, понимаешь ли, и все тут. Как здесь не пролить слезу по старенькой трилогии Джексона, который просто снимал фэнтези и не должен был заморачиваться тем, а сколько у него главных персонажей женщин, а хорошо ли раскрыта проблема с осуществованием разных рас, а не слишком ли много белых действующих лиц и так далее. Но, к сожалению, то время, наверное, безнадежно ушло и теперь весь этот бред стал каждодневной составляющей, от которой уже не деться никуда. Единственное, что радует, так это, что наследники Толкина, которым я лично не питаю особо теплых чувств, все-таки сейчас играю, так сказать, за хорошую команду, пристально следя за соблюдением канона. И за тем, чтобы Амазон не пошли на поводу у всяких упоротышей, это, безусловно, хорошо. Ну и чтобы уже закрыть тему всяческих скандалов, которые в последнее время прямо обрушились на сериал от Амазон, упомяну еще и о том, что в конце декабря в сети распространилась информация якобы от Амазон, дескать, руководству студии, таки удалось достичь договоренности с режиссером фильмов по Властелину колец Питером Джексоном. А напомним, что этот вопрос является очень резонансным и болезненным для всех поклонников этой вселенной. Да ему солится он уже не первый год к ряду. И каковым же, опять уже, в который раз оказалось разочарование аудитории, когда знаменитый новозеландский режиссер опять опроверг слухи, сказав, цитирую, «Я вообще не участвую в сериале Властелин колец. Я понимаю, что кое-кто может просто использовать мое имя, но со мной ничего не происходит в этом проекте». Явный намек на то, что в Амазон уже долгое время спекулируют на участие или неучастие Джексона, которого все это уже изрядно раздражает. Пока что ответа от медиагиганта не последовало и все-таки думаю, в этом вопросе нужно ставить точку и смотреть вперед. Ну а сериал по Властелину колец, судя по всему, создаст для нас с вами свое собственное Средиземье, не оглядываясь чрезмерно на то, что снималось 15 или 20 лет назад. Кстати, что касается съемок, то они еще до сих пор не начались, что изрядно действует на нервы поклонникам вселенной. А вот еще одна волна кастинга, в которой раз объявлена в Новой Зеландии, где набирают массовку на этот раз четко для персонажей орков и эльфов. С описанием, мол, нужны люди с кривыми носами, без зубов, с обилием волос на теле, морщинистые и так далее. Короче, те еще красавчики, которых гримировать нужно было бы поменьше. А также худощавые, высокие типажи со светлой, о ужас, кожей, там все эти псевдоборцы с расизмом, наверное, сейчас вообще придут в полный ступор, светлыми волосами и высокими скулами. Ну короче, типичные эльфы. Причем массовки будут платить не так уж и мало, от 200 до 300 долларов за съемочный день. Так что, если кто мечтает заработать на стоматолога, это как раз ваш шанс. Еще и в историю себя можно будет вписать навсегда. Ну а закончить это видео, мне все-таки хочется короткими итогами обо всем, что мы на данное время знаем о сериале от Амазона. Ведь уже ни много ни мало, более двух лет идет его подготовка и многое можно было и забыть. Итак, разработкой проекта по вселенной Толкина, права на который были куплены за 250 миллионов долларов еще в 2017 году, занимается Амазон Студиос. Сериал не будет экранизировать какое-то определенное произведение писателя и сконцентрируется на второй эпохе Средиземья. Короткий синопсис мы уже вспоминали в начале этого видео. Съемки первого сезона стартуют, надеюсь, уже через месяц-другой в Новой Зеландии, а сама премьера должна состояться в 2021 году, правда точнее пока что неизвестно. На данное время говорится о пяти сезонах шоу, второй из которых уже официально получил Зеленый Свет, при общем бюджете проекта, который возрос с одного уже до полутора миллиардов долларов, являясь самым дорогим телевизионным продуктом всех времен. По поводу актерского состава мы уже коротко поговорили, из старых участников фильмов Джексона, скорее всего, никто не появится в новом сериале, а вот что касается команды будущего проекта, то она более чем солидная. С, правда, не самыми известными шоураннерами Джей Ди Пэйном и Патриком Маккеем, режиссером мира юрского периода Хуаном Антонио Байона, который, правда, снимет дебютные две из чуть ли не двадцати серий первого сезона, дальнейший же цех сценаристов, продюсеров и остальной технической команды более чем впечатляет. С именами людей, создававших Игру Престолов, Мстителей, Аватар, Острые Козырьки, Очень Странные Дела и другие лучшие проекты современности. Сам же сериал по Властелину Колец сейчас называют главным шансом для Амазон Студиос сделать квантовый прыжок и, наконец, приблизиться к своим конкурентам, таким как Нетфликс или очень мощно стартовавший Дисней Плюс. Что же, посмотрим, как развернутся дела дальше. Мы продолжаем следить за всеми новостями по Властелину Колец, так что подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. А сейчас давайте обсудим новости в комментариях. Кому же было интересно смотреть, поставьте палец вверх и не забудьте поделиться с вашими друзьями. Спасибо всем, кто был с нами и всем пока!